Дорога по-серьезному Первое странство евреев в пустыне, Тора нам говорит, что Маше записал их места выхода и походы по повелению Бога, и вот походы и выходы по местам. Книга Бемидбар. Раб Лейб Гурвиц говорит, что почему вначале пишут походы и выходы, а потом меняются местами. Причина такая. Цель выхода в поход прийти к конечному пункту. Отправляясь в путь, человек обдумывает предстоящий какой-то, но настоящая цель его вот там в конце. Часто бывает, что конечный пункт становится не то место, куда человек стремился в момент своего отправления. Мы часто не знаем, к чему приведут наши дела и походы. Вот об этом нам говорит Тора. Ты не думай, что ты все знаешь, все спланировал. Это не так. Но для того, чтобы хотя бы какой-то шанс иметь дойти, нужна карта и инструкция. Никому в голову не придет пользоваться методом проб и ошибок, делая операцию. А в жизни человек, да, ну попробуй, ну так, ну всяк. Поэтому не оставлять свою жизнь надо на волю случая. Есть два варианта. Идти или по карте и компасу, или по воллам, как пойдет. Все ясно, с картой легче. Да, но вот эта карта, компас это Тора. Так написали мудрецы. Тора это компас жизни. Вроде все ясно, но у человека появляется воображение. Один из самых главных врагов человека, он ответственен за все промахи людей. От первого человека до каждого из нас. Привяжу пример. Помните в начале Торы? И увидела женщина, что плоды этого дерева превосходны для пищи. А что значит увидела? Невозможно увидеть вкус плодов. Что здесь имеется в виду? Зрение становится искаженным. В ясной, четкой картине реальности приходит на смену предполагаемая картина. Фантазия заменяется реальностью. Поэтому, обладая чистым, незамутненным зрением, человек может видеть Бога везде. Каждый день, каждую минуту своей жизни. Но иногда глаза не подчиняются. Например, еще пример истории. Агария, оказавшись в пустыне, смотрела, как умирает от жажды ее сын. И вдруг произошло чудо, и перед ней открылся источник воды. Бог открыл глаза, она увидела источник воды. Тора говорит, что Бог не создавал источник воды. Он открыл ей глаза, там она находилась. Проблема наша не в отсутствии высшей реальности, не в отсутствии хозяина мира, а в способности человека увидеть его вокруг. Все тем, вот этим вот, к сожалению, пока что затемненным взглядом и вот развивающимся воображением. Был такой выдающийся мыслитель, Розенцвейк, он говорил, чем больше человек отдаляется от Бога, тем больше он присваивает себе право населять пространство между Богом и собой, разными наполненными божественными токами, богами наполовину, на треть, на четверть. То становится работа Богом, то там и так далее. Сейчас, как никогда, нужно осознание того, что мы в дороге. Вот здесь вот, это не наш конечный пункт, это коридор. Это надо понять и прочувствовать. И написано, чтобы человек сумел это понять и прочувствовать. Ему нужно что? Ему нужна молитва. Человек должен просить небо, открыть ему глаза. И вот тут именно начинает злое начало, да, не давать нам работать, начинают, включаются маневры разные, звонок, телефон, кино, воображение. Поэтому мы ищем, как укрепиться, как укрепить молитву для того, чтобы пробиться через все эти преграды. Праздники, кстати, знают секрет великолепный. Просьбу к Всевышнему надо выстраивать не как прошение, дай мне, дам, да, а как прославляющую молитву. Например, если человек просит об исцелении, он сначала говорит, что ты Бог исцеляющий больных, самый великий целитель, а потом уже возвращается к своей просьбе. Это говорил Раби Мадина. Есть такая книга, сладость часа, брошюрка такая, у нас написано великолепный секрет. Есть понятие минута молитвы. Смысл в том, чтобы оторваться от каждого, у тебя какие-то проблемы, сложности, каждый раз, в начале какого-то часа, в любого каждого часа, кроме времени, там, когда у тебя там молитва или сон, каждый раз одну минуту, вот, на одну минуту, да, вот, каждый раз, в час одну минуту помолись после каждого часа. Написано, что это аннулирует самые негативные решения неба. Итак, мы в дороге. Большинство только из нас выходят из абсолютной темноты, раньше не было никакого света, главное был человек, там, все для человека, все для блака. В конце не было этого туннеля, вообще ничего, какой-то рассказ о свете, но света не было. И сейчас совершенно другая ситуация, слава богу, уже свет начинает светить. Нам сказал Любович Киребет, тот, кто возвращается из мрака, должен принести его с собой, только обратить в свет. Надо использовать свой опыт, для того, чтобы подняться выше и с большей силой. Поэтому тот, кто возвращается издалека, написано выше того, кто всегда был близко. Существенно не то, где вы стоите, а в какой направлении двигаетесь и с какой силой. Вот этого и хочется пожелать. Браха вы от слаха, в правильном направлении.